приветствую вас на моем канале сегодня мы вяжем красивый шелковый топ за счет неравномерного распределения петель этот топ скроет все недостатки и покажет все достоинства не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео также жду вас в гости в телеграм-канале ссылка в описании под видео я буду вязать из пряжи премиум silk от сям здесь на 50 грамм 185 метров составе стопроцентный натуральный шелк очень нежная и мягкая пряжа отлично подойдет для летних изделий у меня ушло два с половиной мотка возьмите кофточку которую вам как раз и снимите мерки нам нужна ширина у меня 55 сантиметров соответственно окружность 110 умножаем на нашу плотность по образцу у меня 1,6 петли в одном сантиметре получаем 176 петель мы вяжем изделие снизу набираем 176 петель вяжем по кругу на нужную нам высоту до пройм затем будем делать убавки и формировать вырез оставляем длинный кончик нити и обычным способом набираем наши 176 петель набрали 176 петель плюс одну петлю мы набираем для замыкания вязания в круг соединяем вязание в круг следим за тем чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась вся смотрела в центр круга снимаем петлю с левой спицы накидываем на нее петельку с правой спицы затягиваем и начинаем вязание по кругу все петельки будем вязать лицевыми за переднюю стенку как в первом ряду так и в последующих всего провяжем 10 рядов после того как провязали 10 рядов лицевой гладью будем делать подгиб начало ряду нас там где хвостик эту петлю я провязала далее подгибаем наше полотно вот таким образом складываем пополам вот наш хвостик ищем следующую петельку у нее две стеночки мы будем подцеплять дальнюю стенку петли накидываем ее на левую спицу и провязываем рабочей нитью вместе с петлей на левой спице лицевой ищем следующую петельку подцепляем заднюю стенку накидываем на левую спицу и провязываем вместе со следующей петли лицевой следующую петельку накидываем на спицу и провязываем 2 вместе и таким образом будем соединять все полотно по кругу накидываем стенку петли провязываем 2 вместе здесь важно не потерять ни одну петлю иначе полотно станет косить сзади у нас образуется такой аккуратный шовчик продолжаем соединять все полотно по кругу уплотняя нижний край я заканчиваю ряд у меня здесь осталось 3 петли 1 2 и 3 все закончили сшивание полотна такой краешек у нас получается на топе далее будем продолжать вязание лицевой гладью на нужную нам высоту до пройм просто все петли провязываем лицевыми по кругу за переднюю стенку я провяжу 65 рядов после того как провязали нужную нам высоту полотна разделим все петли на перед и спинку на спинку я оставляю примерно 40 процентов петель 68 петель у меня идет на спинку и 60 процентов петель на перед это сто восемь моих петель сейчас мы работаем только со спинкой начинаем формирование подрезов закроем 3 петли в начале спинки первую петлю закрыли вторую и третью далее провязываем петельки лицевыми до конца спинки до нашего маркера я довязываю петли спинки маркер убираем он нам больше не понадобится разворачиваемся с изнаночной стороны тоже закрываем 3 петли 1 снимаем вторую провязываем накидываем на нее предыдущую вторую петлю закрыли и третью довязываем ряд изнаночными до конца до тех петель и которые мы закрыли уже я дошла до конца спинки последнюю петлю мы не провязываем оставляем ее на левой спице и разворачиваемся это мы делаем для того чтобы избежать ступеньки при переходе на следующий ряд снимаем петлю с левой спицы и накидываем на нее снятую петельку мы закрыли одну петлю закрываем вторую и третью два раза мы закрываем по три петли один раз закрываем две петли и три раза закроем по одной петли довязываем спинку до конца лицевыми петлями при поворотном вязании петли у нас ложатся уже по другому лицевые я провязываю за задние стенки чтобы они у нас не скрещивались я довязываю ряд последнюю петлю не провязываем разворачиваемся снимаем петлю с левой спицы и накидываем на нее снятую петлю закрыли одну петлю вторую и третью довязываем ряд до конца и снова мы не довязываем одну петлю разворачиваемся теперь нам надо закрыть две петли одну снимаем накидываем на нее предыдущую провязываем петлю и накидываем на нее предыдущую закрыли две петельки довязываем ряд до конца лицевыми одну петлю мы оставляем разворачиваемся с изнаночной стороны нам надо тоже закрыть две петли первую снимаем накидываем на нее предыдущую следующую провязываем накидываем на нее предыдущую вяжем обратную сторону изнаночными последнюю петлю ряда снова не провязываем разворачиваемся переснимаем петлю с левой спицы накидываем на нее снятую мы закрыли одну петлю три раза сделаем такое закрытие по одной петельки с лицевой стороны и с изнаночной я довязываю ряд разворачиваюсь последнюю петлю не провязываю снимаю петлю с левой спицы накидываю на нее предыдущую сделали по одному закрытию одной петли в лицевом и в изнаночном ряду еще сделаем два таких закрытия после того как закрыли все петли для проем последнюю петлю в изнаночном ряду провязываем тоже изнаночной разворачиваемся мы сформировали половинку нашего подреза вот так он выглядит плавный без ступенек далее будем вязать лицевой гладью без убавок лицевые ряды провязываем лицевыми изнаночные изнаночными провяжем 16 рядов после этого выделяем 18 центральных петель это наш вырез сзади по 14 петель я оставляю на лямки сейчас мы провязываем наши 14 петель от начала ряда после того как доходим до маркера переснимаем его провязываем 3 петли и разворачиваемся первую петлю снимаем и прокручиваем ее так чтобы за одной стенке показались две вяжем в обратную сторону изнаночными мы формируем вырез укороченными рядами провязываем 14 петель нашей лямки маркер переснимаем провязываем две петли и вот она наша прокрученная петля вводим спицу слева направо подхватывая обе стенки петли провязываем лицевую далее снова вяжем 3 петли разворачиваемся первую петлю переснимаем и прокручиваем ее так чтобы за одной стенке показались две вяжем в обратную сторону изнаночными довязываем ряд до конца следующем ряду сделаем еще один разворот для выреза провязываем петли лицевыми переснимаем маркер 5 лицевых нашу развернутую петлю провязываем слева направо лицевой провязываем 3 петли и разворачиваемся прокручиваем петлю и вяжем в обратную сторону изнаночными то есть мы сделали три разворота для нашего выреза сейчас мы провязываем весь ряд спинки до конца переснимаем маркер провязываем петли лицевыми нашу развернутую петлю провязываем слева направо лицевой довязываем ряд до конца второй маркер просто переснимаем в этой части спинки развороты будем делать с изнаночной стороны провязываем петли изнаночными после маркера провязываем 3 петли и разворачиваемся первую петлю снимаем прокручиваем так чтобы за одной стенки показались 2 и вяжем в обратную сторону довязываем ряд до конца лицевыми на изнаночной стороне провязываем петли лямки до маркера маркер переснимаем вяжем 2 изнаночные нашу развернутую петлю провязываем подцепляя обе задние стеночки изнаночной и далее снова провязываем 3 петли разворачиваемся первую петлю снимаем прокручиваем и довязываем ряд до конца лицевыми на изнаночной стороне у нас будет третий разворот в укороченных рядах провязываем петли лямки переснимаем маркер доходим до нашей развернутой петли провязываем ее за задние стенки подцепляя обе стеночки изнаночной далее 3 петли изнаночные и мы разворачиваемся первую провязанную петлю переснимаем прокручиваем довязываем ряд до конца лицевыми и провязываем весь ряд изнаночными после этого провяжем петли лямки закроем центральные петли и будем работать с левой лямкой провязываем наши петли до маркера лицевыми маркер убираем начинаем закрывать петли провязываем первую вторую накидываем на нее предыдущую закрыли одну петлю вторую третью четвертую так будем закрывать все петли до нашего черного маркера когда дошли до маркера убираем его провязываем следующую петлю и закрываем и у нас сейчас на левой спице 14 наших петель довязываем ряд до конца лицевыми и сейчас будем вывязывать лямку на нужную нам высоту в лицевых рядах лицевые в изнаночных изнаночные я провязала 17 рядов эта мерка очень индивидуальная поэтому мы петли сейчас не закрываем переносим их на булавку и оставляем их в таком а после этого и окончательной примерки уже будем принимать решение довязать ли нам лямку еще чуть-чуть или немножко распустить для того чтобы она соответствовала нашей длине изделия переходим ко второй лямочки вот здесь небольшая ступенька я подцеплю первую петлю которую мы закрывали подводим рабочую нить и провязываем ту петлю вместе с петлей лямки провязываем изнаночные с изнаночной стороны довязываем ряд до конца изнаночными и вывязываем вторую лямку на нужную нам высоту такое же количество рядов как на предыдущей лямки и после этого переносим все петли на булавку закрываем ее и оставляем в таком виде приступаем к передней части нашего топа точно так же как мы формировали на спинке после этого приступим к формированию выреза здесь мы точно также закрываем три три две одну 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 петлю после того как сформировали вторую половинку нашей проймы мы выделяем петли на наши петельки 14 с этой стороны и 14 с этой стороны далее оставшиеся петли мы делим пополам и сейчас начнем формировать v-образный вырез сначала мы будем работать только с правой частью затем только с левой сейчас провяжем все петли до середины нашего полотна вяжем все петли лицевыми я довязала до фиолетового маркера и вот здесь чтобы у нас не было такой дырочки чтобы не было вот этой протяжки мы поменяем местами эти две петли просто меняем местами левую правую петельку одна у нас ушла в левую часть другая в правую провязываем эту петлю лицевой и разворачиваемся с изнаночной стороны в каждом ряду будем закрывать две петли 1 закрыли 2 довязываем ряд до конца изнаночными далее у нас ряд лицевых довязываем до тех петель которые мы закрыли я довязываю ряда конца последнюю петлю не провязываю разворачиваемся переснимаем петлю с левой спицы на правую накидываем на нее предыдущую одну петлю закрыли вторую провязываем и накидываем предыдущую две петли закрыли довязываем ряд до конца изнаночными такие убавки будем делать в каждом изнаночном ряду пока у нас не останется наши 14 петель для лямки я сделала все убавки у меня осталась одна лишняя петля на спицы я ее сейчас тоже убавлю с изнаночной стороны закрываю одну петлю довязываю ряд до конца изнаночными и сейчас буду работать только с длиной лямки общее количество рядов от проймы на спинке должно быть равно общему количеству рядов от проймы по переду после того как провязали нужную нам длину переводим все петли на булавку и приступаем ко второй части нашего топа здесь петли будем закрывать с лицевой стороны тоже также формируя вырез пока у нас на спицах не останется 14 петель первую петлю снимаем вторую провязываем накидываем на нее предыдущую закрыли одну петлю вторую провязываем накидываем на нее предыдущую закрыли вторую петлю довязываем ряда конца лицевыми изнаночном ряду все петли провязываем изнаночными не довязываем одну петлю разворачиваемся снимаем провязанную петлю с лицевой стороны накидываем на нее предыдущую закрыли одну петлю вторую провязываем накидываем предыдущую и вторую после того как закроем петли для выреза провязываем лямку переводим петли на булавку и отправляем на чтоб на в этого я стираю в машинке на режиме ручной стирки и вот посмотрите как расправилась полотно и стала таким нежным все петельки выровнялись сейчас нам надо сшить лямки мы делаем финальную примерку и определяем длину лямок не надо ли нам ничего распустить или наоборот довязать смотрим по длине после этого приступаем к сшиванию бретелек первый стежок делаем в ту петлю из которой выходит рабочая нить закрепили нить далее будем сшивать попарно две петли как бы разворачивая их спинками друг дружки вот таким образом вводим иглу в 2 петельки одну петлю снимаем 2 оставляем на спицы идем ко второй спицы здесь нам надо тоже развернуть две петли спинками друг дружки вводим иглу сверху вниз петлю а во вторую снизу вверх петли развернуты спинками друг другу затягиваем теперь на первой спице снизу вверх сверху вниз петлю развернулись одну снимаем второе оставляем на 2 спицы сверху вниз снизу вверх таким образом сшиваем все петли на 2 бретельки делаем то же самое проверяем количество рядов и после этого сшиваем петли после этого нам осталось спрятать все кончики и наш топ готов отправляем изделие на вот его я стираю машинки на режиме ручной стирки сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде спасибо вам за внимание не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео будем вязать вместе